Ты сдаешь или берешь? Я беру. Профессиональный праздник Татьяна Северина проводит в рабочем режиме. Заведующая библиотекой Одинцовской лингвистической гимназии говорит, здесь каждый день праздник. У нас каждый день праздник. Дело в том, что мы работаем с 8.30 до 16.30, поэтому не успеешь только дверь открыть, все уже, малыши бегут, здравствуйте, журнальчики полистать, книжечки поменять. Поэтому все у нас, как вы видели, переменки заполнены, детки бегут, читают с удовольствием. Библиотеке лингвистической гимназии, как и самому учебному заведению, всего 8 лет. В ее основном фонде – это справочная, художественная и научно-популярная литература – 8,5 тысяч книг. Учебников в разы больше – 26,5 тысяч, не считая электронных. Ничего дополнительно гимназистам покупать не приходится. Здесь представлен большой выбор литературы, как художественной, так и зарубежной литературы, русских классиков и современная литература. Поэтому спокойно можно прийти сюда, если дома нет какой-то книги, прийти сюда и взять ее. Самые частые посетители библиотеки – ученики начальных классов. Из 200 человек 100 уже являются обладателями читательского билета. Книжки предпочитают брать тоненькие, с картинками. Старшеклассники бывают реже, времени у них не так много, а кто-то бумажным книгам предпочитает электронные. Хотя, кроме плюсов, у последних есть и минусы. Например, лично я хуже запоминаю текст в электронном варианте, чем текст, который написан на бумаге. Поэтому мне приятнее как раз листать книгу, нежели чем просто перелистывать страницы на телефоне. Одинцовские гимназисты – читатели благодарные. Они готовы не только брать, но и отдавать. Ребята много книг дарят в библиотеке. Буквально недавно нам подарили серию «Коты-воители» и «Хантер». И они прям с удовольствием читают, приходят, друг с другом делятся и ждут. Бывает такая очередь даже на некоторые книги. Когда-то в библиотеке можно было только нужную книгу взять. Теперь это досуговый центр. Это раньше. Тишина должна была быть в библиотеке. Конечно, кричать тут и сейчас нельзя. Но подготовить с другом и обсудить домашнее задание – милости просим. Написать научную работу или сделать проект, подготовиться к Олимпиаде – не запрещается. А даже наоборот – поощряется. Кроме того, старшеклассники здесь могут даже послушать музыку. А для малышей работает клуб «Читайка». В библиотеке лингвистической гимназии посетители есть всегда. И это, пожалуй, лучший подарок в профессиональный праздник. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».